Слуга народа Значит так, закон один для всех, а иначе Жанн Новосельцев, прямо сейчас у нас будет актуальное интервью на актуальную тему У нас в гостях Андрей Карпович, это правозащитник Я напомню для тех, кто возможно в первый раз знакомится с Андреем Это те люди, которые в составе Багнет-нации раскопали кучу интересных вещей По поводу неправильного оформления наших госорганов Это отдельная тема, у нас на канале тоже есть несколько об этом материала Можете посмотреть, но прямо сейчас мы с Андреем будем говорить на предмет того Что есть ошибки определенные в оформлении, я так понимаю, партии Слуга народа Ошибки фатальные Андрей, приветствую, расскажите пожалуйста, в чем же там загвоздка Добрый день, дорогие граждане И речь в том, что Жанн, у нас сейчас правовладная партия, практически это партия Слуга народа Политичная партия Слуга народа Но мы начали заявлять, что это правосубъектность этой партии, потому что она сейчас правовладная, она принимает ряд законов Тем более, все мы помним, что Володимир Александрович, наш сегодняшний президент, сказал, что он будет бороться за законы Но как он может бороться за законы, если они даже свою партию утворили в супережек законодавства, она сейчас действует незаконно Это незаконная политическая партия Объясните пожалуйста, как же это получается? Ну, речь в том, что с 1 сечня 2016 года было внесено изменение к закону Украины про политические партии в Украине И частью 7 ст. 11 этого закону передбачено, что политическая партия с момента ее регистрации Протягом 6 месяцев, не позже 6 месяцев, должна утворить в не менее 14 областях саме областные организации политические партии Утворить их и зарегистрировать не позже 6 месяцев Если партия не утворила и не зарегистрировала эти областные организации, Министерство юстиции Украины, соответственно, части 1 ст. 24 закону Украины про политические партии в Украине У нас есть какая-то проблема, они не зарегистрировали эти областные организаторы? Да. Речь в том, что политическая партия «Слуга народу» была зарегистрирована 31 березня 2016 года Вот этот правовый висновок Министерства юстиции Украины Тобто, во время было подано 31 грудня 2015 года документы установки 31 березня 2016 года, на основе этого правового висновка, было с этим наказом зарегистрировано политическая партия Наказ Министра юстиции И в этом правовом висновке указано, одничасно предоставлено политическая партия, что с момента регистрации они должны Протягом 6 месяцев зарегистрировать свои областные и районные организаторы в большинстве областей Украины В местах Киева, Севастополя и Автономной Республики Крым Тобто, их предоставили сразу И кроме того, стоит враховаться, что с 1 сентября 2016 года там в местах районные организации, ну не областных, а от самых областных организаций И чтобы название у них было, соответственно, областных организаторов, они должны были зарегистрировать не позже 30 березня 2016 года Не позже, закон не позволяет регистрировать позже Они не вкладывались в эти термины Они не вкладывались в эти термины Больше того, Министерство юстиции Украины усилято начало фальсифицировать, по сути, документы, чтобы не обратиться к суду Вот, смотрите, например, в одном разном они подавали заходы до Министерства юстиции Украины Что до наявности самых областных организаций То дать их регистрации, номер регистративных свидетельств Министерство юстиции тривали час не отвечало Не отвечало Потем, десь, наприкінці квитня минулого року, они дали ответ Что в ответ было значено, что за материалами справы начебто значится, что партия зарегистрировала эту организацию После этого я выкладываю прямой эфир В ответ, кстати, пришло одночасно и мне, и Сергею Филипенко Как только я выкладывал свой материал, ролик, у нас сразу были ограничены файлы У меня и Сергея Филипенко Это было официально за документом Два раза Файлы прямо в папке и флешке были ограничены Одночасно два файла То есть думаете, это была какая-то хайперская партия? Я не знаю, я, ну, я лишь могу так догадываться Так, вопрос сразу, смотрите, я знаю, что они партию это сделали не с нуля, а купили А может такое быть, что просто вот эти вот осередки, они были заранее сформированы или у этой партии в принципе нет? Ну, и что в том, что довезти, купили они, и что купили, это, как бы, мы не можем довезти Ну, документария не может довезти, что они купили, что они купили, что не купили Там лишь по сменам установки документов Но, попередняя название этой партии была политическая партия Шучий СМИ Отже, до 30 вересня 2016-го, не позже, они должны были зарегистрировать, как минимум, 14 областных организаций, 14, они их не зарегистрировали Больше того, вот, я почав, когда уже подняли дейсно, ну, так, резонанс Такие начали продавать эти справки, было заявлено, вот, например, от территориальных органов, на которые вкладывали безусловно реестрацию областных организаций, они начали приходить одни відповідь, Министерство юстиції и ответственности, как и другие данные, а потом контрольный запись, до тех же территориальных органов, вообще третьи данные выходят Вот вам простой пример У Дніпропетровской области, это відповідь, від 12, так, Відповідь, зазначено, среди организаций, которые зарегистрированы структурные утворения политической партии «Слуга народу» незначено, вообще не зарегистрировано на территории области Те самое, Запорізька, Кировоградская, Волинская область Открываем, это відповідь Тетяна Дніпропетровская областная региональная организация зарегистрована в 2016 году, теперь, как так, без посереднего контроля и регистрацию здействуют территориальные органы Министерства юстиции Минюст відповідает, что есть Территориальный орган Минюст говорит, что есть Те самое Волинская, Те самое Запорізька, Кировоградская область организации Я делаю после этой ответы еще один контрольный запад Те самое пришло по областных организациях Нема Больше того, именно областные организации, которые требуют законы они начали регистрировать только с 2019 года Три года прошло Они вложились в термин Вони не вклалися в термин Вони взагалі в термин не вклалися И там не только в термин не вклалися Каким здивом Самые эти региональные организации Хоть что с вами все припинили свое существование В период времени Припинилась их регистрация С Белопастом Это было 1 апреля 2020 года Как так? Мне тоже интересно Потому что Как мы реестри Один и те же Министерство юстиции и территориальных органов Территориальный орган мы видим Министерство юстиции А есть у вас какое-то объяснение Почему так у них происходит? Потому что Речь в том Что каждая политическая партия Щороку Повинна Надаватись Звит До Министерства юстиции Украины Чтобы утворить регистрацию Своих областей 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 И от 2016 Року Повинно было Быти как минимум Четыре Щоричные Звитки Протягом Четыре Звитки У раз Притому Министерство юстиции Украины Повинно контролювати Надходление Цих звитов По их положению Пункт 83.15 Вони повинні Контролювати Безпосередньо Щодо Виконание партии Вимог Проговорня Реестрацию Областей Орган Орган Цих звитов Немає То есть Как-то через запроси Искали Ну и что По-перше Я подавал Запити Одноразово И весь час Министерство юстиции Протягом 2,5 месяца Повинно Что Ну их нема Повнобажность Действовать контроль За деятельностью партии Это я Тобто положение Покладено Одне Тут они Повинно Кроме того Виталий Анатолий Шепель Цитат В жовтні 2019 Провинно Виталий Завжди Викопаются Реестрационные Картки Потому что Картка Диалися А у нас ничего не мог. Берите, что там есть. А там вот такая папочка. Первый год. Для создания реестрации партии необходимо 10 тысяч подписчиков. Это какая-то пачка паперов. Очень большая. Плюс все изменения документов, установки, изменения руководства, звезды, это все. Я не знаю. Ячейки. Вот такая прошутка. А там просто сказали, берите, что есть. Вот такая папочка. Берите, что есть. Вот и все. Все документы. Это мы будем заявлять в суде. Это мы уже будем заявлять в суде. Вы уже обратились в суд? Да. Главная заявка уже в суде. Она была подана еще 30 лет, но суд до сих пор. 30 лет? Да, 30 лет уже она подана. Там суд вообще, суд выносил с этого привода такие судовые решения, что на них просто читаешь, а вообще сомневаешься, что проходила судья по справе квалификационный исправь. Ага. Что проходила вообще квалификационный исправь. Вот, например, по этому заявку было подано 30 лет, как бы предложил 50-го суд. Судей по справе повторил, випал Кременчук Наталья Николаевна. И вот есть такая ухвала от 12 серпня 2020 года, про залишение без рук позвоночной заявки. И тут судья по справе пыталась вказать, что это приватно-правовый, приватно-правовый спир. То есть спир между приватными человеками. Теперь у меня возникает вопрос. Может так подразумевается, что вы приватная особа? Нет, я приватная особа, а в таком случае у нас же Министерство и юстиции юридическая особа публичная же правда. Чи все-таки это приватная власть згідно с реестром дата? Ну, мы выходим зараз из наших внутренних законодателей. То есть Министерство и юстиции Украины, это и органы государственные главные, и судья главных уважений, если министерство делает публичную правовую спору, это именно подсудимость КАС. Но судья чому-то пытался вписать приватно-правовый спир, пытался вписать, что начинка в эти позвоночные заявки оскаживаются карантин. То есть они обратились по поводу организации? Да. Позвоночные требования обязательства Министерства и юстиции вернуться к суду и с подданиям о аннуливании суда полиции Они вам говорят, это вы карантин хотите оставить? Да. Это самое. Стягнуть из них материальному раду школу из Минюста. Они карантинны. Лишь в том, что у меня карантин это уже вказано как причинно-наслідковый взглядок. Тобто, с момента реестрации партии Минюст не сделал действия по закону, не вернулся до суду, не прекратил деятельность этой партии. Он дал важность и принять, по сути, незаконные выборы. Наслідки они приняли в выборах участь в президентстве, потом парламентские выборы. Почали расставлять своих людей у всяких, например, Швыргаля, премьер-министр и великая причинно-наслідковый связок. Да, да, да. Причинно-наслідковый связок. А вы просто заявили, указали. Да. Причиною было безконтрольность, бездействие Министерства юстиции. Наслідками стала участь в них в выборах незаконна. По сути, у нас незаконний президент Украины. Потому что партия не имела принимать участие в выборах. Тем более, ЛЮЮС должен был это проконтролировать, как у взаимодействия из ЦВК, Центральной выборочной комиссии. Они должны были проконтролировать. Это да. То есть, получается, людям показали какие хорошие, интересные. Люди под впечатлением пошли проголосовали за Голобородька. И дальше уже никто не трудился организовать хотя бы правильно эту партию. Уже вот так вот скопом как было, так и сделали. Дальше вершат судьбу Украины. Ну, речь о том, что в 2019 году какая-то ЗАОМАНСКА организация я не помню. Ну, честно, не буду приходить. Десь на практике 2019 года они начали обратить увагу, что, как же это так, что, от, ну, не мало ли статуса юридической особи, не мало ли посередки, там, и, ну, уже не пошли к этому напрямку. Но так, до сути, ну, не смогли дойти саме до областных организаций. Так и не смогли дойти. Интересно. А у вас такое, так? Тут также очень затопилось то, что еще на протяжении 2019 года было подано до пенсионного фонда и что до сплаты ЕСВ. Подписывайтесь, если, как минимум, 14, они говорят, что было зареєстровано 14 организаций. Политичная партия, будь-яка, как и будет еще людина, там, предпринимство, они также платниками ЕСВ. ЕСВ. Единый социальный мест. Все. Даже политические партии, общественные организации, все сплачут. Виключение не имеет никакого. Но с пенсионного фонда пришла что не имеет никакого опубликовалась. Виктория 6 месяцев. То есть, у меня еще было в запасе 5 месяцев. Отже, каким образом я мог пропустить срок, если про порушение своих прав, я дознался 16 лет? Никак. Никак. Суд уже пытается, судья, судья по справе указывает такие пункты, что, ну, тут, как бы, даже не мальчиков, еще есть люди, просто открываешь, читаешь, ну, вообще, ну, в общем, я берусь, как судья поколит у нас квалификационный киск. Потому что он очень капитальный рукает. Интересно. Ну, может, параллельно стоит как-то по поводу этой судьбы жаловаться? Ну, там ряд скарг уже направлено, и сейчас готовится объемная скарга на высшую квалификационную комиссию судеб, потому что, как бы, ну, не можно так делать. Хорошо. Чем? Ну, после этого было подано уже все-таки заяву про сближение позовных вимог, и судья уже приняла до розгляду эту заяву, задуманную, ось, ухвалою, от 25-го. То есть она уже не смогла обидеться. Уже было подано заяву про сближение позовных вимог, вот ее приняли до розгляду, до 26-го с того листопада, ухвалою, и подальше его взгляд справи будет проводиться уже с урахованием сближения позовных вимог. С урахованием позовных вимог, 1,5 миллиона гривен. Это больше, чем 500 податковных вимог. Теперь справа может разглядаться исключительно за правилами загального проважения. С выключением сторон, с предназначением представителей, с трансляцией на сайте судового влада, с приглашением представителей иноземных стран. Нехай просто представители иноземных стран подивляться на аферистов, которые керуют страной, как они пошли до влады, с кем они здороваются, кому они жмутруют. Ну, если только организаторы не организовываются. Ну, организовали или не организовали, запрошение попереднее направлено. Но пока что это не публикуется. Но как только час, точный, дата первого судового заседания, сразу будет сообщено, было направлено до 30 посольц, запрошение. Пожалуйста, приходите. До представителей Ради ЕС было направлено. Готовится клопотание про трансляцию только ввиду мандат на сайте судового влада от Радуш. С удовольствием тоже организовываются. Будут запрошены. Будут Сергей Ильевич Новиков, будет також проводить ввиду мандат. Мои представители будут научены, им представители будут произведены. Також будут проводить концерт. На сайте судового влада обовязково. Потому что тут треба, саме, чтобы дальше... Да, я говорю, увеличить вот эти вот позамулации. Перевели его в разряд тех, которые... Уже загально проведены. Ну, например, я еще, ну, то, возможно, через на великую завантаженность судов. Можливо, судя помилково принесла. Тоже таке великое учение. Може помилково. Але все ж таки, треба обратить его судов завантаженность завантаженностью. Але, будь ласка, звертайте увагу на то, что вы пишете. Потому что, как бы, потом из-за еды такой ухвали доводится вот таки деколька папок, как РЭПП. Не думаю. Потом из-за еды ухвали два характеристики, но большие. Андрей, попрошу вас объяснить для наших зрителей, чем чреватна та ситуация, когда у нас сейчас в руле страны стоит партия, которая, судя по всему, зарегистрирована, ну, не зарегистрирована... Вона зарегистрована владеями по закону. Да. То есть чем эта страна... В чем опасность? Ну, дивися, перше. Наслідки того, что правовладную большинство в Верховной Раде. Перше. Политичная партия своего народу фактически узаконило кнопкодавство. Кнопкодавство не узаконило. Таким образом. В 2019 году в закон Украины про главную Верховную Раду было внесено изменения. Ранее в народе депутаты проходили вводя слов в письмовой регистрации. Ранее ранковое вычинение по наличию заседания. Тобто можно было витраговать списки, поревнять списки и как-то сделать эту конституцию, что сейчас сделают в других странах. Но сейчас, по сути, письмовой регистрации они не проходят. И если депутат даже не перебывал в зале, но проголосовала его карточка, вважается, что он был зарегистрирован. Он не прошел его регистрации. Это инициатива Слуги народу в большинстве проголосовала. Это инициатива Инициатива на ряду предприятий, например, таких, как Энергоат, который в зиму дает 75% электроэнергии, в лету 50%. Его хотят просто приватизировать. Там очень много предприятий. То есть, получается, у нас есть определенная особенность. Видно всю схему, да? Изначально классный фильм, хороший актер. Значит, овладели умами неокрепшими наших сограждан, завели партию. Партию даже не зарегистрировали. Это, как думаете, ошибка или это какой-то умысел? Может, в дальнейшем ответственности как-то будет меньше, потому что мы вообще не можем отвечать по такому закону, потому что у нас сегодня зарегистрировано. Или это вообще халатность такая, что они спешили, быстрее, скорее, а потом будет как будет и не регистрировали? Не-не-не. Речь в том, что цей халатность по-перше, раннейшая, правосудовательность партии не будет. Я первый раз слышал. Никто никогда в Украине не было никогда таких справ, чтобы волювальность достава политической партии. Вполне вероятно, что и другие партии таким же образом зарегистрировали. Я скажу, что на всю Украину три партии в Украине все законно. Три партии все равно, их около 400. Все другие партии незаконные. Все должны быть ганулированы в Украине. Это вряд ли злой умысел закладка на дальнейшее. Это просто привыкли жить в таком режиме, когда тяп-ляп и поехали. Заключаю, звыкли, что никто не будет цикаловаться. А тут просто взяли по-режнему. Вы таким образом для всего нашего народа достали козырь, которым можно воспользоваться. Теперь же по логике, если закон работал, можно их аннулировать. Да. Это именно и требуется. Аннулироваться. Вимогами позомнения зобовязать Министерству юстиции Украины звернутись до суду и с подданиям щодо аннулирования СССР. Давайте пофантазируем. Суд принимает решение и аннулирует. Получается, есть тут нет, нет. Жанн, я еще приберу. Суд зобовяжение ЮС, чтобы уже не ЮС звернулся до суду и с поддания. Я не могу вымогать по нашему законодательству, что сам я аннулю. Давайте допустим так, что вы обратились в суд, обвязал Минюст, Минюст начал судиться и в итоге аннулировали. Потому что, есть нарушение, а нарушение налицо. Будет ли тогда запущен тот механизм, когда отмотается все до того момента, где была совершена ошибка? То есть, они же, получается, если они незаконно, получается, неправильно оформили, они зашли во власть полностью незаконно, все их законы тоже принято непонятно, кто эти люди. Вот такой вопрос. Можно будет отмотать и отменять их законы? Так, можно будет. Для этого задобиться, ну, уже зараз на працювальному подрожковую. Перше, для этого задобиться статут ООН, загальна декларація с правами, четыре резолюции, шесть конвенций, двое декларація, еще европейские декларації, и несколько внутренних иформативно-правовых акций. И все это прикладывается в одния подробность заявки, через суд, первой, через Верховный суд, так через суд первой инстанции, накрывается полностью все законы, что они попринимали. Багато людей спрашивают, это невозможно, вот там конституция, это что? Ну, шановные граждане, как бы, если уже так я скажу, воно дослежено, просто воно не выследуется. Багатьма так же есть, я не спілкувался, так что багатьма, но люди гранили. Я начинаю трошку персить, они, действительно, так я могу, но не знаю как. Ну, люди, ну, они это не дослеживали. Потому что это вопрос начало дослеживаться одночасто с тем, как начали витребовать документы еще с минулого года. И воно все дослеживалось. Это вопрос. И можно будет полностью все, налоговое судовство про регистрацию политических партий, одной позовной заявкой. Это могу сделать, не только я могу сделать, это может быть каждый из граждан, оно будет опубликовано, но это уже когда мы добьем это следователь. Потому что, ну, буду затягивать на выставку. И это может каждый гражданин в Украине и подать так и позову заявку. Теперь у нас это загальная рекомендация. И далеко не закрываются все законы, все указы, что они приняли. это было бы здорово, я думаю. Это было бы здорово, я думаю. За юридичный памятник, это я уверен. Потому что тут общая боль. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если, например, ну, что это сейчас нам дает всем вот это знание? Да, это есть? Вы можете создать прецедент, по сути. Это прецедент для нашей страны или это для всего мира? Есть такая аналогия где-то в других странах? По-перше, есть аналогия только трошечки там, ну, из этих основ, чтобы незаконность и деятельность политической партии. Если не помниться, то мы не в Румынии или в Украине. Есть там выполненные решения ЕСП, но там что бы незаконность и финансирования политической партии. Но у нас с точки зрения на то, что политическая партия не мала суга народу, не мала належность только зарегистрований платников ЕСП, не мала вообще областных организаций, каким образом ДНЗК позволило финансировать политическую партию Слуга народу на 2020 год? А финансирование включает в себя обоязковую зарплату заработной платы. Как они переверяли, куди, кому они выделяли гроши? Наразі по политической партии это что до незаконности финансирования, это и один как прецедент нарушения. Это незаконное финансирование. Законное если деньги выделяются на организации, на статутную деятельность политической партии, статутную деятельность включает в себя деятельность организации, включает в себя обовязку выплату зарплаты, сплачивать сердце. Это по закону. Но это больше выделено не на закон. Эта история дальше как снежный ком. Сначала административные санкции, а дальше уголовные, потому что есть вполне ощутимый ущерб. можно это в основании лежать то, что скосует регистрацию, то дальше уже много разных действий, которые привели к определенным последствиям. Соответственно, их можно будет отследить и дальше к уголовщине подвести. Ну, закон про государственный бюджет 2020 на дивансирование партии так же удаляются бюджетные гроши, и все бюджетные гроши принимаются в основном стране. Вся проладная большинство политических партий, суга народу, будучи святыми незаконными, они по сути захопили владу, все одно зловживаючи впливом, за попередньою змовою, поза налогіпідготовленому плану, зловживаючи впливом, они затвердили это финансирование, и по сути присвоили государственные гроши, как минимум пять криминальных статей. Туда полностью подпадает на ЗК, потому что самая керевник на ЗК, а полностью все как минимум пять криминальных статей. То есть сразу человек 100 могут поехать на этот бюджет. президент Зеленский плюс керевник на ЗК. Каким чином в Верховной Раде заседает пан Олександр Кориньенко, он же главой партии. Будучи сведомо обозначен, что в них нет этих организаций, все равно он знал, голосовал. Они все голосовали за выделение бюджетных денег. Будучи сведомо обозначен, они уже пішли на криминальное правопорушение. Кроме этого, сейчас возможно 60% мы набираем обшида звернений, может десь тысяч это коррупция в европейских масштабах. Это генеральная прокурор Евросоюзу именно по коррупции. Это уже коррупция европейских масштабов. Это 140 миллионов гривен, что по бюджету. Они уже начали рассказывать, что 70 гривен от финансирования. Мы начебто на какие-то комедии перераховали. Как вы мали право принимать участие в финансировании? Мы не могли участие в выборах. Каким чином мы здействовали предвиборчу кампанию? Может обратили внимание народу депутатов услуг народу как команда З. Команда З это общественная организация основного Михаила Федоров или не помню. Он это премьер-министр строительства. Команда это общественная организация это общественная организация зарегистрирована в месте заповедничея. Команда власти появляется премьер-министр строительства трансформации и еще одна особа из комитета Виховного ради чтобы строительство трансформации. Команда З должен быть например организация а не команда З кому везет и еще не проходили эти бюджетные деньги мы сейчас не знаем для сколько заправляли заповед но это не но как думаете насколько это может затянуться есть какие-то обозримые пределы потому что там заболел там перенесли там кто-то уехал нет суд уже все что все все что поделят не 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 а Может, действительно, судья по справке была не как нам, но лишь потребуется, что будет на этом тижне. Там есть сроки по КАСУ, по ходу с административного судочинства, и очень тяжело найти, но есть там чудовие решения ЕСПМ, и это пока что не высветляется. Пока что не высветляется. Есть сроки, все это готовится. То есть у вас все на контроле? Все полностью, да, все международные говорили, все полностью это готово. Я считаю, что это достойная информация к размышлению. Так, резюмирую. Значит, партия «Слуга народа» в своем основании, в фундаменте, скажем так, в организации не имеет достаточно прочных, веских аргументов, так как не была организация сформирована по областным, ну, по регионам, да, то есть нет вот этих ячеек первичных, и все, дальше же все, что они строили, оно, получается, базируется на лжи. Если уже, когда процесс начался, если дело дойдет до логичного завершения, то вся эта керамида рухнет с огромным треском, и тогда, возможно, страна будет наблюдать большое шоу в таких грандиозных посадках, прямо сотнями. Ну, в этом я сомневаюсь, потому что наши правоохоронные органы, как мы видим, одни уходят, другие приходят, воно никого не сажают. Они просто-напросто, те, что загробовали за предыдущие 4-5 лет, пришли, ну, и они уже мают у них. Если все по закону будет... Если по закону так, все народные депутаты, которые голосовали за бюджет, чтобы выделить финансирование политической платы, все должны быть, как минимум, 5 статей Криминального кодекса, вместе с Володимиром Владимировичем Олександровичем Зеленским, ну, я думаю, что вредно только у посадки. Не вредно. Это мы уже неодно разово смотрели. Будем наблюдать за этой ситуацией. Посередине, кто-то только гроши забирает, а они никуда сажают. Вы, главное, нам сообщите, когда будет судебное заседание. Мы обязательно постараемся тоже это стримить. Я думаю, эта тема важна и интересна. Перспектива, друзья, вы видите сами, какая вырисовывается. Если Андрею удастся с коллегами добиться исполнения правильного, по закону, если все делать, то будем наблюдать за грандиозными посадками, где будут прямо сотнями, залетать на лагеря наши слуги. Поэтому будем вместе следить за всей этой историей. Андрей, благодарю вас за собранную информацию. Всегда вам рады. Друзья, подписывайтесь, ставьте обязательно лайк, чтобы нас максимально большое количество людей увидело. Всего хорошего. До побачи.